Спасибо за приглашение и возможность тут выступить с результатами своего исследования в области ритуалов, связанных с шайбом и скриптами. Общеизвестно, что религиозные традиции хинду тяготеют к устной передаче знания и превозносят ее как самую адекватную, почти напрямую, запрещая даже записывать переданные из уст в уста знания. То, что было передано из уха в ухо, то есть из уст в уста, нельзя записывать в книге и так далее. Несмотря на это, один из самых больших, если не самый большой корпус рукописных текстов в мире был произведен в Индии, а традиция почитания рукописного текста возникла достаточно рано. Например, свидетельствует фигура джаинской богини Сарисмати, здесь на слайде, держащая в руке манустрит. Изначально традиции записывать знания, скорее всего, возникла как вторичная настройка над традицией передавать знания из уст в уста при определенных условиях. Когда уже на индийском субконтиненте распространилась письменность, вкусные и письменные способы сохранения передачи знаний переплелись между собой сложным и замысловатым образом. Но похоже, что отношение к письменности в большинстве случаев все равно сохранилось и сохраняется по сей день, как к чему-то вторичному, более низкому за иерархию передачи знаний. В особенности это касается религиозных знаний, связанных с экранизованной информацией, предназначенной только для круга посвященных и с характерной большей степенью контроля над распространением этой информации. Один из способов выразить сократность объекта – это ритуализировать любые действия с этим объектом, с рукописью в нашем случае. Вокруг рукописи сформировалось множество правил, сложных религиозных церемоний, подобно тому, как это происходит вокруг любого другого сакрального объекта, такого как изображение божества, его или ее символов, или даже вокруг сакраизованного человека, религиозного учителя и человека, считающегося скротой. То есть книга может стать местилищем или телом, где якобы содержатся некоторые божества. Книга может быть воплощением этих божеств. Книга также может быть атрибутом божества и достойным предметом для подношения. В презентации я собрала список ритуалов, связанных с участием в основном по материалам исследованиях Морин в 10-м. А затем я проведу свое сравнение между ритуалами тша и в описании в двух разных направлениях – тайном и публичном, непосвященном и таблимирян, или, условно говоря, эзотерическом и экзотерическом. Одинава Гутта, известный влиятельный автор кашмирского шайнизма, конца 10-го и начала 11-го в своей дентрологии называет предметы, которые могут быть использованы для подношения. Подношения – пачара или драга, например, линге, конца 10-го в 27-44, такие как «хартгард меч», «харика», «джерканный нож», «картери ножницы», «макура зеркала» и «кустока» – книга. Так, рукопись может служить предметом подношения. Поклонение рукописи может происходить в контексте других ритуалов, например, ритуалы Паветра, Рокона, Живневодная церемония, повязывание священного шнура. В разделе, посвященном ежегодному подношению Павету, в Сомашамбудхаты, называются божества, призываемые на постамент в павильоне Мангапа, которым затем подносят шнух – это Шива, Ганеша, Рави и Ваха. Кроме того, шнух подносят к рукописи, кустокам, а также к входным дверям, хранителям сторон света, ритуальным сосудам и так далее. К рукопись также можно дарить данным, китуализированный дар пожертвования рукописи. Можно дарить учителю, очарья данных, наряду с другими пожертвованиями, в контексте сантрического ритуала посвящениям, в них ша. К рукопись можно дарить наряду с другими предметами – мастерю, правителю, священному служителю. Книгу можно читать. Например, ритуальное чтение из книги может происходить как действие на религиозных церемониях. В Севадмар Мотари написано «шанкяртхам экам ампияям бачи». В контексте ритуала великого творения, призванного принести всем мир, надо прочесть одну главу. Ритуальное обучение тексту. Это тоже следующий ритуал, где книга читается. В контексте ритуала прочитания учителя, в ритуалах, в основном, в Шаево-Синдханахе. Рукопись может быть также и главным объектом поклонения. А для Новогубки называют три различные сферы, или области, стханас, где могут находиться объекты поклонения. Это прана, дыхание, бега, тело и баги, смешные пространства. Последняя категория включает в себя 16 объектов поклонения, таких как мандалов, круговые схемы, стхандела, место для жертвоприношения, акша-сундра, четкие кусты, рукописи, кульга, образ шивы, тура, изображение на кости, пако, изображение на ткани и т.д. Ритуалы, где книга выступает объектом поклонения. Это может быть обычная куджа, ритуал поклонения с приглашениями у бачара, отражение книги в зеркале, так как невозможно лить воду и молоко прямо на книгу. Ритуал описан в Абликуране. Еще один ритуал, это ритуал, это вселение брукопись, божества, катиш-тхан. Катиш-тхан, воплощение, воплощающее священное писание. Это могут быть божества Пара, Вагишвари, Байрали или любое другое, связанное с конкретным текстом. И последующие поклонения. Есть еще ритуальная процессия ятра, которые с книги поступают, как собранного божества, помещая ее на колеснице и устраивая с ней торжественное шествие. Еще один ритуал с книги, это установление рукописи на ревиных трон, в Синхасане, Видья Питха Патришка, и поклонение в внестилищу знания, Видья Питха, то есть, ну, как еще. Ритуалы, такие как Видья Дана, дарение книги, может быть самостоятельным ритуалом, как и чтение паттолу, так и памятного рока на ежегодное церемонии, повязанное с священного шлюва. Существуют предписания ритуала, связанные с написанием книг, например, обязательное написание мандро стиха, стиха благословения, пожелания успеха в трудах и пожелания счастья, высказывание почтения горнейшей другим божествам, учителю, выбор подходящего времени и места для начала работы, предварительные ритуалы. Ритуалы, связанные с субкопированием книг, далее об этом я буду говорить подробно. Ритуалы, связанные с хранением, использованием и передачей книг. Ритуалы, связанные с захоронением рукописей в случае их повреждения. Эти действия делают обращение с книгой, подобным обращением с живым человеком. Например, утверждение вредных, подобное захоронение особой категории людей, таких как младенцы, укушенные змеёй, убитые молнии. Может быть, укрывание рукописи в пещерах, особенно распространено в горных районах. Наверняка есть ещё разные способы расстаться с повреждённой рукописью, но это огромный аспект и достоин отдельного исследования. Ритуалы могут быть магией, использующей написание слова, такие написанные слова и тексты. Например, струлю защиты, фракш, кауч, создание защитных амилетов, амилетов с надписью. Вот пример одного из такого амилета, амилетов, он потом заворачивается и не носится в его специальном кулоне. Магия может быть направлена на достижение желаемых бюджетных результатов. Камъем, армалутами, сиди. Есть разные виды гаданий по рукописам. Например, на две астрологии, где у нас астролог вытаскивают вариант из пачки уже заготовленных текстов, якобы содержащих описание судьбы обратившегося по словам до человека. Или, например, в тексте кончараторы Вишвакшара Сангутаан, 37 глава, сказано, что надо написать на каждом листе по предсказательству штуки, а затем додать по мультскрипту, вытаскивая родной лист, как из колоды карты. Тут, на следующем слайде, представлен сравнительный анализ главы о поклонении химики Кустыка-пуджа-паталаха из Чиадрат Хаябалы в тексте направления Вигиапитха, видимо составленного в Шмире и завершенного в XII веке. Этот текст содержит много материалов в направлении эзотерических направлений. Эта глава сравнивается со второй главой о даре знаний, ведь для Адама Ампляя тексты Шивадгар-Моттера, написанного в VIII веке, это более ранний, чем Чиадрат-то текст, предназначенный для Шайва-Миря. Варин Гудесимине, которая исследовала путь книги в Шивадгар-Моттере и в общем целом ряде писаний, буддийских, в Куранах и других Шайва и Ружнавских текстов, говорит Шивадгар-Моттера и весь корпус Шивадгар-Мошастри, такой большой корпус, использовались большой популярностью в Небале, где они повлияли на рост целой коллекции аналогичных Абуршайков. Джиадрат-то в североиндийском хрест-конгенитологии, видела и несет на себя на себя влияние Шивадгар-Моттера. Из представлений тут с вами телокадрецил, с этапом ритуала в двух текстах, видно значительное спросение между ритуальными процедурами вокруг и дископирования. Особенности джиадрат-то заключаются в том, что в процедуре ритуального действия не включено поклонение и благословение Абуршу. Установка ротокаси на богатый дымый трон не включили также пожертвование и дарение ротокаси третьим пунктом, но в джиадрат-то включено важное танец-клешайва, прописывая ритуал из-за ловления божества в мустрит. Важной темой два покопирования книг в обоих текстах джиадрат-то Ямала Шивадгар-Моттера являются характеристики переписчиков. Переписчики в текстах могут называться по-разному Эти слова могут указывать на разные типы переписчиков. Например, ПАЭСТХА это класс или джатик профессиональных писарей, а вот переписи священных текстов обычно занимаются пусты коллег в руках. Не буду вдаваться на все характеристики переписчика, их достаточно много по текстам. Особо вот хочу обратить внимание, что переписчик должен не только уметь хорошо читать и писать, но быть еще высокообразованным, то есть разбираться в якором, я и нема, с миру, кучьёте, ждать региональные инфаменты. В случае джиадрат-то Ямала требуется особое сопрестующее посвящение, то есть он должен быть в священном. Пивши в Эдгар-Моттере и в джиадрат-то высказаны требования к переписчику украшать себя золотым кольцом и просветным. А вот мое самое любимое это пункт 8. Это прославление того, кто правит текст, то есть того, кто совершает очищение шобранным текстом. То есть грамотные филологи ценились людям. И о необходимых характеристиках переписчика также относятся требования к его к почерку или калиграрху. Требования к почерку по тексту во многом схожи. Сводятся к тому, что почерк должен быть четким, разборчивым, аккуратным, красивым. Особо обращу внимание на фразу в джиадратхаямале «читра биндон китань». То есть это значит, что отмечен я разнообразным и художественным биндом. Возможно, речь идет о типичных контрических заголулингах, таких изящных ручках над лазовизированными гласами, которые показывают множество уровней звука чандра, биндон, неродовый и так далее. Несмотря на требования, не все переписчики показывают высокий уровень каллиграфии грамот. Вот два примера хорошей каллиграфии в джиадратхаямале и в «Вишва-сара-санграха». «Вишва-сара-санграха» «Вишва-сара-санграха» это текст из корпуса Шива-санграха в «Дармашастре». А вот это примеры не очень хорошие со множеством исправлений, ошибок, таких шероховатостей, неровностей. Вот например пометки на полях это все исправления, пропущенные буквы. Там стоит в кружочке «Т» и «2». Это значит «Т» нужно вставить во вторую строку, а внизу там птичка с точечкой это туда, куда нужно вставить это «Т». Получается написано было «Удгаре» и не дописали до конца. Исправлено на «Удгаре». А бывает так, что просто мазня в целом тексте «Удгаре» в целом тексте «Удгаре» и не дописали «Удгаре» и не дописали «Удгаре». «Удгаре» она появляется на всех этапах ритуала. Его предлагают и птиччику, участникам божественной процессии и гостям на праздники. Ну и последняя, завершающая часть главы состоит из перечисления того, что можно делать с тем, что и каковы плоды с их действием. Шива Дармотера дает более полный список и того, что приносит плоды, и список самих продуктов. В списке Шива Дармотера содержатся публичные действия в книге, такие как чтение про публики, рецитация, дарение, а также приветствуется плата за все эти действия. Шива Дармотере также целых 38 стихов посвящено тому, что вы перечислите благо которые приносят все эти действия. Кламинацией является наслаждение в мире Шивы, после чего счастливый обладатель книги попадает опять на землю как богатый правитель. Однако далее идет раздел об изготовлении золотого сундука для хранения манустритов, после чего Шива Дармотера все-таки говорит, что манустрит в его хранении и изучении способны принести освобождение тем, кто хочет, тем, кто имеет желание рагену, манустрит приносит исполнение желания. В джиадратхе перечисленных плодов меньше, но это опять-таки богатство исполнения желаний, а далее стандарт, что всех плодов на перечесть тысячи мертвов, кроме того обладатель почитатель и читатель книги достигает высшую цель Шайва, то есть достигает освобождения и больше не рождается. В перечислении плодов также содержат угрозы в джиадратхеян то есть если правила не будут соблюдены, но и худшее, что может быть сделано, это передать рукопись по руке непосвященным, какой виновник попадает в нарук. Ну и выводы общности разница обнаруженные при сравнении двух текстов позволяет вам сказать, что хотя прямых текстов заимствований мало, джиадратхеямалов вопросов поклонения книги изобилуют общими чертами свидетель данного влияния Шивотгайморкова. Джиадратхеямал вероятно находилась под влиянием по крайней мере косвенного Шивотгайморкова. Общими темами этих главок являются этапы рекламного поклонения, требования к переписчику, требования к почерку, проведение праздничного публичного путешествия, публичное празднование экипир, перечисление преимуществ, хранение, поклонение, изучение, чтение рутикуса. Разница заключается в том, что Шивотгармоттера носит явно более публичный и парадный характер и уделяет меньше внимания секретности. Важным является акт дарения мастерства. Ритуал привлекаются люди из верхушки социальной иерархии и сам царь Раджа. В перечислении плодов ритуала акцент делается на благополучие и социальные успешности. Шивотгармоттера также более пуританский, ритуал более дорогостоящий. Авторы Джайдра Фаямалы переработали тот же материал, очевидно, испасабливая его к своим взглядам и потребностям, снижая уровень публичности, усиливая требования закрытости доступа, лишая содержание главных проектированной миролюбивости, негетарианства и фританска. Это там библиография первая от Ларинда Досимини «Опросин books, ритуал и knowledge transmission in the manuscript to remember». Весьма рекомендую к прочтению, доступных свободным скачиванию с официального сайта издателя «Валтедед Буте». Хочу еще сказать, что в Джиадрас поямоле следы текста для мирян не убраны полностью. Там как-то неестественно чувствуется вот эта публичность. Так что вот этот эзотерический секретный текст, назначенный только для посвященных людей, вдруг приобретает некоторые черты, характерные экзотерические в описании для мирян. Спасибо большое, Анна Петровна. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое, Анна Петровна. Это очень интересное и полезное исследование. Но поскольку меня в последнее время интересует все, что связано с пещерами, у меня вопрос по поводу вот этого захоронения поврежденных рукописей в пещерах. Это воспринималось, а понималось как погребение, вот так же, как, скажем, когда их бросали в воду, это аналогично определенному погребению, или нет? Я немного знаю об этом, но поделюсь тем, что я знаю от других исследователей. Например, в Непале, в горных районах Мусканг, там, где очень принято не хоронить людей, а просто оставлять их где-то на открытом пространстве в горах, вот там примерно в тех же местах и прячут манускрипты в пещеры. Причем считается, что манускрипты, они, если повреждены, они приносят не удачу, а беду, и от них нужно избавиться. Как вот вредный. Можно от себя добавить еще немножко? Кстати, сказать, есть традиция захоронения, даже есть такой термин специальный, грант хосоматши, то есть могила для книг, для рукописей. И такой грант хосоматши, вот как раз традиция бенгальского кришнаизма, гаудеево-шнаизма, существует в Вриндауне. Там похоронены рукописи в риндаунских гаслами, подлинные их рукописи. Понятно, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok